Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков и сегодня последняя завершающая лекция в этом году. Я наконец-то добрался до своего канала. Мои зрители видели, что есть небольшая пауза, но очень скоро я продолжу снимать все видео, которые я запланировал. Эта пауза вынужденная, поэтому вам надо будет немножко потерпеть. Но сегодняшняя завершающая лекция будет не очень долгой и я думал о том, чтобы вам снять в уходящем году в декабре месяце для того, чтобы вы дальше могли заниматься своей терапией невротических и депрессивных расстройств. Как вы знаете, на моем канале огромное количество видео, говорящие о неврозах и о симптоматике, и о классификациях, и о причинно-следственных связях, и о панических атаках, и о гетососудистой дистонии. К тому же 26 числа прошел 4-часовой вебинар, который есть в доступе, вы можете посмотреть или приобрести полную копию. 17 декабря выйдет, я буду вести большой вебинар по поводу личных отношений, о том, почему людям так больно расставаться, и как справляться с привязанностью, почему люди идут на измены, и как сохранить отношения, и когда их стоит сохранять, и когда нет. В основном тема будет про привязанность и про тему болезненных переживаний после разрыва, потому что огромное количество людей очень тяжело воспринимают разрыв в отношениях. Сегодня я сидел, думал о том, чтобы вам рассказать важное, и понял, что не хочу рассказывать вам про панические атаки, и про ВСД, и про ОКР, и про ипохондрию, и про дереализацию. Все это вы можете посмотреть на канале Невроза Мегаполиса, подписавшись и кликнуть на значок, посмотреть все ролики. Кстати говоря, обратите внимание, что теперь в Ютьюбе есть такой звоночек, если вы хотите получать уведомление на ваш телефон или на ваш гаджет о том, что на моем канале вышел новый ролик, новая лекция, поставьте галочку на звоночки, и вы сможете получать оповещение. Теперь оповещение приходит только тогда, когда вы нажали на этот звоночек. Вот, и хочу поделиться с вами сегодня некоторыми секретами. Хочу поделиться даже не то, чтобы секретом, а скажем, наверное, такой очень важной наработкой, которую я за последние... Меня все критикуют по поводу цифр. Давайте сами посчитайте. В пятом-шестом году я столкнулся с паническими атаками, стал этот вопрос изучать. В 2005-2006 году. В 2011 году я уже начал вести свой канал. Соответственно, я думаю, что примерно лет 7 я уже активно в этой теме, и за последние 6-5 лет моя активная работа с клиентами дала мне такое очень четкое понимание, что такое происходит с этими людьми, и в чем основная фишка. Я назвал этот ролик «Мой главный секрет в работе с моими клиентами». Я его так анонсировал. Я вам хочу об этом рассказать, поэтому устраивайтесь поудобнее. Этот ролик не для тех, кто страдает паническими атаками ВСД, или ипохондрией, или навязчивыми мыслями, потому что они, скорее всего, сейчас находятся на этапе именно работы с симптоматикой. Они ходят по врачебным уберинтам, они ищут ответы в интернете. Наверное, вам стоит его не смотреть, потому что вы не поймете, при чем здесь то, о чем я говорю, и ваши симптомы. Этот ролик в основном для большей массы моих подписчиков, для тех, кто прекрасно понимает о том, что ваши вегетативные, тревожные, фобические, навязчивые, поведенческие, депрессивные симптомы и состояние вызваны невротическим расстройством. Так вот, проведя небольшой анализ за последние 7 лет, я увидел очень интересную закономерность, которая в 100 случаях из 100 работает очень четко. И я хочу с вами этим поделиться. Прежде всего, я заметил очень интересную вещь, что ни один наш клиент, не важно, с каких жалобей, ФСД, паническая атака, навязчивые мысли, агорофобия, ипохондрия, дереализация, ни один человек не может назвать себя успешным. Ни один. У меня были клиенты, ходящие действительно, положа руку на сердце, входящие в Forbes. У меня есть клиенты, первые лица компаний, первые лица департаментов, политики, близкие люди к дипломатии. Есть куча народу, о которых я говорить просто не могу, ввиду своей профессиональной деятельности. И несмотря на это, несмотря на деньги, несмотря на регалии, мы не можем назвать, и они не могут назвать себя успешными. Успех делится на две категории. Это личный успех и профессиональный успех. Многие мои клиенты могут сказать, что они профессионально успешные. Это предприниматель, это первое лицо компании, это успешный топ-менеджер, это человек, который работает на любимой работе, в принципе, по деньгам, по каким-то социальным маркерам может назвать себя успешным. Но вот когда мы переходим к личному успеху, они не могут сказать, что они лично успешны. Вначале, конечно, вам хочется сказать, что о каком личном успехе идет речь, когда у тебя симптоматика. Но на самом деле я хочу вам сказать одну простую вещь. Это не то чтобы секрет, но это то, о чем я бы хотел, чтобы вы думали в 2017 году, занимаясь своей терапией. Если у вас панические атаки, агорофобия, вегетососудистая дисфункция, навязчивые мысли, скорее всего, у тебя очень большие проблемы в личном успехе. Потому что критерии личного успеха явно не состыкуются с тем, чтобы ты реализовывал себя в той жизни, которую ты хочешь. Личное отношение, отношение со смыслом жизни, отношение с твоими миссиями, отношение с принятием решений, с ответственностью. Вот все эти и многие другие компоненты, которые составляют личный успех, они у наших клиентов в практически полном раздрае. Отсюда можно сделать вывод, что невроз – это последствия личного неуспеха. Сначала у человека возникает личный неуспех, затем возникает невротическая реакция в виде симптоматики. Ровно так же эта конструкция работает наоборот. Сначала у человека возникает ситуация в жизни, которую он слишком остро и эмоционально воспринимает, нарушается личный успех в каких-то сферах жизни и возникает невротическое расстройство. Почему я вам об этом говорю и к чему это? Потому что основная моя работа, помимо работы с симптоматикой, о которой вы знаете, заключается в том, чтобы привести человека к личному успеху. Меня некоторые люди критикуют по поводу того, что у меня в большей степени работа затачивается на успех, на какие-то личные достижения, на какую-то личную гармонию. Это правда. И в ста случаях из ста, когда человек действительно становится во всех этих сферах и считает себя лично успешным, у него куда-то пропадаются невротические проблемы. Ровно так же есть люди, у которых остаются невротические проблемы в виде симптоматики, потому что они не могут доработать свои сферы жизни до успешных. До того состояния, когда они могут сказать, да, я лично успешен, у меня все хорошо здесь, у меня хорошо здесь, у меня понятно со смыслом, у меня понятно с деньгами, у меня понятно с решениями. Я не обманываю себя, я такой, какой я есть. У меня есть цели, у меня есть планы, есть амбиции, я их достигаю. Вот у этих людей не будет невротов. Поэтому вся моя работа, опять же повторюсь, сводится к тому, чтобы выстроить для вас в когнитинно-поединенческой сфере не просто когнитинно-поединенческую парадигму ситуации, мысли, эмоции, реакции, было бы лучше, если бы, но я понимаю, нет. Помимо когнитинно-поединенческой терапии, основным секретом моей работы заключается в достижении моими клиентами личных и профессиональных успехов. И вот когда мы можем это выстроить, когда мы можем этого добиться, используя современную когнитинно-поединенческую практику, тогда люди не просто теряют свои симптомы, но они достигают той самой гармонии, того самого счастья и забывают про то, что когда-то у них были панические атаки или какие-то проблемы. Конечно, здесь нужно понимать, что всему свое время и эта работа пласт за пластом. Сначала работа с панической атакой, с навязчивыми мыслями, с теми симптомами, на которые вы жалуетесь, потом четкое научение вас когнитивной терапии, а потом уже четкое ведение вас по всем этим критериям. Что такое внутренний конфликт? Внутренний конфликт – это когда вы не можете принять решение в какой-то сфере жизни. Как поступить, а как не поступить, а каким я буду, а если я не смогу, а если я не справлюсь, а что вам не скажут, я хочу этого, я хочу одновременно другого. Это личный неуспех. Вы неуспешны, вы не можете принимать решения, вы не можете управлять своими эмоциями, вы не можете реализовываться на работе. Поэтому, кстати, один из аспектов моей будущей работы в 2017 году – это подготовка людей к собеседованию, подготовка людей к прохождению так называемого отбора или программы настроенной на то, чтобы подготовить человека к собеседованию, подготовить его к рабочей практике или вести его в этом. Но, проще говоря, подготовить его к прохождению собеседований, чтобы он смог раскрыть свои лучшие стороны, а не переживал и не тушевался. Поэтому, собственно говоря, я вам хочу пожелать в новом году прежде всего понимание того, что ваш невроз актуален только потому, не потому, что вы заболели чем-то. Ваш невроз актуален из-за отсутствия личного успеха, из-за заботы вашего покорного, помогать вам справиться не только с симптоматикой, но и достичь реальных изменений в реальных сферах жизни и докрутить это до четкого внутреннего состояния, где вы можете назвать себя успешной женщиной, успешной мужчиной. Не только в профессиональном, но и в личном плане. Поэтому я вам желаю, самое главное, не зацикливайтесь на панических атаках на агорафобии. У вас не будет панических атак, как не будет агорафобии, у вас не пройдет тревога, не пройдет напряжение. И даже если вы выпишите на лист все отбегания, которые вы избегали из-за страха вегетатики, из-за страха панической атаки, у вас все равно не пройдет невротическое расстройство до тех пор, пока вы не докрутите себя до тех критерий, которые вы себе поставили. Но докручивать себя нужно грамотно, чтобы не уйти опять же в неврастынию. Поэтому наша с вами работа это добиться личного успеха каждого моего клиента. Семейная, профессиональная, сфера здоровья, финансовая, лидерская, управленческая, материнская. Там много сфер. Вот в этих сферах нам нужно четко для себя научиться принимать решения, научиться выстраивать профессиональные и личные отношения с людьми, с обществом, с самим собой. Не обманывать себя, не обманывать себя по поводу того, что я хотел бы этого, но вынужден так-то. Всегда управлять своими эмоциями, потому что если вы поднимаете эмоциональный градус очень высоко, как правило, вы делаете профессиональные личные ошибки, за которые потом расплачиваетесь. Поэтому наша с вами задача достигать личного и профессионального успеха. И тогда у вас не будет неврозов. Еще маленькая ремарочка. Ко мне обращается очень много ребят из бизнес-сообществ, которые в принципе занимаются бизнесом. И по большому счету, с точки зрения финансов, они успешны. Но они абсолютно лично неуспешны, потому что они не могут принимать внутренние решения по поводу личной жизни, по поводу каких-то сфер. Либо они поставили на карту своих денег и своих бизнесов очень много невротических внутренних амбиций. Доказать что-то папе, доказать что-то себе, доказать окружающим, что я на что-то способен и меня можно любить. И если я потеряю бизнес, это ужасно. Поэтому это тоже личный неуспех и профессиональный в том числе. Если вы пришли в бизнес для того, чтобы чего-то кому-то доказывать, вы обречены на катастрофу при малейших проблемах. Поэтому очень важно понимать, что терапия неврозов еще имеет очень большой аспект в виде профилактики. Но об этом уже в следующих лекциях в 2017 году. Подводим маленькое резюме. Если у вас есть невротические симптомы, ищите сферы жизни в личном плане, где вы можете назвать себя неуспешным, где вы не можете принять решение, где вы откладываете принятие решения, где вы обманываете себя, где вы не можете находить контакт с обществом. Ну, например, социофобия или люди, которые слишком застенчивы. Они очень хотят произвести на людей хорошее впечатление. И, конечно, они очень напрягаются. Успешный личный человек не зависит от чужого мнения. Успешный человек четко и выверенно действует так, как он считает нужным. И если кому-то не понравится, он скажет, окей, у нас с тобой разные взгляды, у нас разные позиции по какому-то вопросу. Проще говоря, моя задача поставить вас на очень твердые стоящие ноги, дать вам конкретные инструменты, научить вас управление эмоциями, чтобы вы достигали и профессионального, и личного успеха здорово, и какие бы ситуации в вашей жизни не происходили, чтобы вас это не пошатнуло. Да, вы можете расстроиться, вы можете разочароваться, вы можете сожалеть, но вы всегда будете принимать решения, вы всегда будете честны с самим собой, с окружающими, и вы будете достигать целей. Тогда никакие панические атаки вас не настигнут. Никогда. Желаю вам личного и профессионального успеха. До встречи на канале Невроза Мегаполиса в 2017 году. До свидания.